Добрый день всем! Хотел сегодня с эфиром прогуляться по Витязево, это не получилось, поэтому приглашаю вас в хорошем качестве прокатиться, посмотреть, как при минусовой температуре у нас вообще полностью вымирает поселок. Мы сейчас двигаемся примерно от Аквамарина по улице Горького, ну и поедем по главному, не будем спускаться на проспект Южный здесь, потому что мы вот там кусочек в районе Паралия зацепим, едем в район Дольче Вите. То есть будем выезжать туда на, можно сказать, дикий пляж. Ну вот, пару человек нам встретилось, уже наговариваю, вроде люди живые есть, не только на машинах передвигается, что-то я по этому участку дороги Горького давно-давно не ездил, постоянно на проспекте Южного ходишь, то еще куда-нибудь. Ну вот посмотрим, как здесь у нас поселочек наш поживает. Здесь мы упираемся по Горького улицу Черноморскую, главную нашу улицу Витязева. И здесь можно вот даже не останавливаться, спокойно поворачиваться, так как машин практически нету. У нас светит солнышко, но есть облачность на небе. Такие вот красивые цвета создает она, радует нас. Мне вот больше всего нравится всегда вот здесь приближаться к Витязеву. Жалко, конечно, вот эту новостройку начали строить и что-то в этом году ее совершенно не продолжают. Хотелось бы, чтобы она завершила строительство и не портила нам вид на нашу параллию. Очень прямо об этом мечтаю. Здесь мы по Черноморской уперлись в параллию и поворот направо. Едем дальше. С левой стороны Аврора, с правой стороны Дольчевита. Им тоже огромнейший привет. Ой, я называю туда, куда мы едем на пляж, что Дольчевита, Дольчевита. Потому что люди хорошие с этого отеля. Хозяева, администраторы помогли нам. И вот у меня в голове отложилось. С правой стороны Понтас, это вот когда мы под дождем стояли в Анапе. Единственное, у кого получилось вызвать такси, это администратор с Дольчевита. А сейчас мы двигаемся туда, в сторону. С левой стороны у нас, вот видите, мы его объезжаем и там будет конечно еще сто двадцать восьмой. В эту сторону мы и двигаемся сейчас. С правой стороны у нас гостевые дома. И здесь еще и детский парк аттракционов, который работает тоже в летний сезон. Также Лиманчик. Лиманчик, правда, нас подсушивают. Будет хорошая погода. Я знаю, что меня просят подснять Лиман. Показать, как он там живет. Вообще живет ли. И я обязательно выполню ваши пожелания и сниму с квадриком этот видеоролик. Но надо хорошая погода. Потому что очень тяжело сниматься в ветреную погоду. Прям, ну очень тяжело вам скажу. Здесь у нас вот ВФВ, волейбольная федерация. Валиград называется с правой стороны. С левой стороны это все так же Волквитис. Мы его просто объезжаем по кругу. Ну вот, даже какие-то люди ходят здесь. Мы встретили еще людей. И все так плохо, как казалось в начале-то. Так. Новогодние праздники просто прошли. Люди, которые приезжали к нам на них, уже поразъезжали с него. Какие-то все-таки еще есть или отдыхающие, или может работающие здесь. Так. Аккуратненько здесь. Тяжелый поворотик. И вот здесь находится конечная сто двадцать восьмой маршрутки. Мы к ней как раз таки сейчас и приближаемся. Вот здесь остановочка. И они здесь паркуются. Но ни одной маршрутки мы тут не видим. Потому что задывает время, где практически никто, наверное, не ездит. Поэтому он состоит в таком заброшенном виде. Не перекипит поле, конечно. Но он листики гоняет по дороге. Поедем так, чтобы на лежачем полицейском не скакать. Лужи у нас, вот видите, это все лужи. Они подзамерзли. Потому что сейчас минусовая температура на улице. Даже озеро возле моего дома тоже замерзло. Ну, оно частично. Его постоянно колесами мешают. А так, нет-нет, доживет. Так. Баргузин с левой стороны. И вот здесь вот видно вот это в волейбольной федерации. Как раз там у них стадиончик находится. Все. Раньше здесь стоял швакбаум, казачий. Здесь собирали типа пожертвования. Люди по 100 с лишним рублей с человека. Ну, из человека с машины. А туда дальше. Вот все, что поражает, находится военный вот этот швакбаум, да? Вроде бы там летом во все охраняют. Чуть ли не с пулеметами сидят. Но сейчас никому не надо. Вот что-то изменилось с летнего времени. О! А тут что произошло? Не могу понять. Чуть ли не дорогу, что ли, перекапывать начали. О как! То есть, я понимаю, что здесь разбитые участки, что ли. И эта дорога попадает сейчас на чьи-то участки. О как! Вообще жесть! То есть, сейчас и здесь перекопают дорогу. Ну, круто, что сказать. Ее сколько лет отсыпали, потому что она постоянно проваливается в песок. Да, видите, тут разбивка сделана. И как там было написано? Водохранная зона превращается в участки. Привет администрациям нашего города-курорта, которые были до и после. То есть, спасибо вам огромное, что водохранную зону превращать будете тоже в гостевые дома. Просто вам огромнейшее за это спасибо. Вообще, просто огонь! Ну, нет слов, одни эмоции. Витязовские плавники, куда приезжают гнездица. Такие птички, как пеликаны в межсезонье, чтобы здесь остановиться. Ну, зачем они нам нужны? Эти пеликаны лучше мы построим еще гостиниц. Правильно? Я думаю. Так размышляют наши добрые пожелатели. Вон там посмотрите, какая колоссальная вообще стройка развернулась. То есть, куча там транспорта стоит. Вон уже виднеется гостевой дом. Потом спрашивали, что нового строится. Вот так вот по-новому уничтожают наши барханы. Спасибо. Чего сказать. В общем, здесь все будет превращено именно в гостиницу. Как же печально. Так. Поехали. Анджелина гостевой дом слева. Венера ресорт слева. Тут вот этот гостевой дом всегда стоит без названий. Я никогда его не пытаюсь запомнить. Если там нет-нет, мои подписчики постоянно в комментариях пишут. Так что, если не надо будет, я думаю, они еще раз расскажут вам, как называются эти гостевые дома. Которые я не назвал. Здесь Аргус гостевой дом. Небольшой такой. Есть. Проехали с левой стороны сейчас. О, песок метет. У меня уже на машину начинает подсаживаться песочек. Здесь названия нет в гостинице. В общем, как-то так. Песок, конечно, летит сильно. Думаю, будет очень весело мне сегодня на пляже. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Сейчас буду снимать погодное видео для вас тоже на основной канал. Всем хорошего настроения. Не забывайте подписаться на каналчик. Сделать пару репостов. Поставить лайк, дизлайк. Пару слов в комментариях, в отзывах. Буду вам очень-очень сильно благодарен за это. Всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский.